Здравствуйте, с вами Залина Корбанова, и сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных 140-летию становления заповедного дела на Камчатке. Первый заповедник на Камчатке, один из старейших в России, Краноцкий, был основан в 1934 году. Но история заповеданий на полуострове началась гораздо раньше. В 1882 году, благодаря инициативе местных жителей и исследователя Дальнего Востока и Сибири, Менедикта Дыбовского, который в то время служил окружным врачом Камчатки, местности Краноки и Осачи были объявлены заповедными для соболиного промысла, а мыслопатка для промысла каланов. И наш первый выпуск мы посвятим тому периоду, когда шло освоение Камчатки русскими землепроходцами. А первые исследователи во время путешествий получали сведения о географии, природе полуострова и, конечно же, населявших ее аборигенах. И наш первый гость, известный камчатский историк, краевед, почетный житель Петропавловска-Камчатского Ирина Виттер. Ирина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте проведем короткий экскурс в то время, когда пушнина аборигенов, как ни странно, сейчас это может звучать, особо не интересовала. И тельмены жили в основном за счет красной рыбы, верно, которая в изобилии тогда водилась в реках на любой территории и также дикорастущих растений. А коряки и чукчи уже тогда занимались оленеводством, добычей морского зверя и также заготавливали рыбу. При этом они жили в гармонии с природой и всегда во время обряда благодарили за природные дары, саму природу, духов и так далее, всех тех, в кого они верили. Пришлые же люди, те самые первопроходцы, те, кто осваивали Камчатку, они жили там издревле, они сразу оценили богатейшие запасы, пушнины, которые были на Камчатке, как отличный источник для пополнения государственной казны. И вот, Ирина Васильевна, расскажите, пожалуйста, каким образом шло освоение Камчатки тогда, как это сказалось на жизни коренных народов, ну и, конечно же, в первую очередь, на состоянии природных ресурсов? Ну, если так действительно сказать, коренные жители, пришлые жители, но это было не так все просто и не так однозначно. Потому что российский человек перешел Уральский хребет только в конце 16 века. До этого они жили в европейской части, осваивали север, ходили по северу на кочах. И Сибирь, Уральский хребет их, собственно, ну как бы был границей, потому что здесь было царство Кучума, здесь была татаро-монгольская страна, которая абсолютно не давала особо двинуться в эту сторону. И вот после падения царства Кучума это был сложный процесс, это не просто так пришли, завоевали, это была договорная какая-то система, это были... одни племена пошли против других племен, русское войско поддержало эти племена, и в итоге было покорено это царство Кучума, и русские получили прямой путь сюда, на сибирскую территорию. Но еще чуть пораньше, в общем-то, вопросы о том, что же здесь вот лежит за этим уральским хребтом, конечно же, занимали русского человека. Соболь-то водился раньше и в европейских землях, можно сказать, и в европейских лесах нашей страны. И поэтому Соболя постепенно выбили, потому что был ценный мех. А тут еще и в Европе сложились, уже изменяется ситуация, появляется, открывается Америка, появляются испанские корабли, которые возят какие-то предметы роскоши. То есть зона экспорта расширяется. Да, зона экспорта расширяется, появляется больше возможности торговли, чем торговать. У России были, торговали довольно такими, ну, к роскоши никак это не подходило. И когда начали, обратили внимание на пушнину, и тем более Европа как бы подогрела интерес к пушнине, то оказалось, что, оказывается, и Соболь интересен Европе, и лисица интересна Европе. Ну, а горностай – это тот королевский царский мех, который мы знаем по всем одеждам, которые видим даже на каких-то работах художников. И именно поэтому движение россиян началось очень быстрое, потому что Соболь – это была валюта. То есть, получается, это был госзаказ прямой на поставку нового ресурса? Это был заказ того времени. Российское государство было довольно бедным тогда. Постоянные войны сошли, в которых никак не было выхода к морю. Мы знаем, что выход к морю только появился при Петре Первом. Поэтому здесь государство. Только закончилась татаро-монгольская ига. Россия была обескровлена. Бедная страна по существу. И поэтому появление вот этого продукта, который был так необходим, послужил тому, что сюда двинулись первые землепроходцы. Шли они, конечно, очень сложные условия были. И шли они, вышли, когда они к рекам Сибири, шли по рекам, конечно. Появляется, сразу появляется первое строение, где очень много было немирных жителей. Именно поэтому сразу старовался острог, огораживался стеной, ставились стражи по углам. И именно это была как база для освоения вот какой-то территории. На Камчатке по такой же схеме шли? Абсолютно. Они шли постепенно, основываются города. Причем, если смотреть по датам образования, как они образовываются, это очень быстро. Тобольск, Тюмень, Братск, Иркутск. Вот движение идет, землепроходцев сюда. Соболя выбивается на какой-то территории, двигаются дальше. Потому что вот это освоение Сибири, это по существу борьба с пушным зверем. То есть получается, уже выбивание зверя, уже шло тогда? Да. Начиная с 17 века, начинается постепенное движение землепроходцев. Они шли за пушниной. Это была чистая экономика. Причем, как только основывался острог, как только собиралась первая пушнина, сразу приходила администрация. И так шло освоение Сибири постепенно. Ну, когда землепроходцы осваивали эти земли, они в том числе взаимодействовали с аборигенами. Где-то покоряли, где-то налаживали какие-то взаимоотношения. Они шли по Сибири примерно так. Политика государства в то время была очень жесткая. Нужны были плательщики ЕСАК, натуральной подати, которая платилась именно пушниной. Поэтому вот этого плательщика надо было охранять. Поэтому указы, если читать указы и верить только слову, то получается, что это было доброе-доброе правительство, которое запрещало закабалять, которое требовало четкую сдачу пушнины, сколько положено с человека, которое требовало не использовать коренных жителей как рабов у себя, например, на каком-то участке. То есть все условия были такие, что оберегали вот этого плательщика. И поэтому, ну а когда уже пошли дальше, вот у нас на Камчатке, например, были указы, если они выступали вот плательщиками, также тут идет и христианизация сразу, они могли платить ЕСАК поменьше, оберегали их. Поэтому если бы вступал в спор пришлый товарищ и коренной житель, какой-то конфликт возникал, всегда спор решался в пользу коренного жителя. Это неожиданно, наверное, для тех, кто очень понравился историю. Это неожиданно. Это было все направлено. Почему и здесь долгое время во многих областях консервировались именно вот эти вот патриархально-родовые отношения. Потому что не нужно было вносить никакое изменение, никакое цивилизационное движение. Глава рода решал все сам. Он сам решал. Причем глава рода был бы как бы прикормленный уже администрацией. И он наблюдал. Его оберегали в свою очередь. И именно поэтому, вот если чисто по слову считать, чисто слова не вникая, как все-таки это происходило, получалось, что царское правительство действительно очень пеклось о коренных жителях Сибири и Дальнего Востока. Но это не получалось, потому что на протяжении многих веков, вот начиная с XVI века, это продвижение сопровождалось тем, что на каждую только что освоенную территорию, немного освоенную там охотой какой-то, на эту освоенную территорию садился сразу воевода или садился там казачий атаман. И он был царь на своей местности. Он был на своем месте. Москва далеко, Сибирский приказ далеко. Дворишь, что хочет. Который пишет приказы, причем Сибирский приказ, это была структура, которая отправляла и собирала. Она собирала весь Исак, причем это было очень сложно. Где-то только лет через шесть вложенные деньги в добычу Соболя отдавали отдачу, не меньше. Потому что Соболя надо было, ну не только Соболя, Пушнина, это и Горностай, это и Белка, это и Лисица разная, и Чернобурая, и Красная Лисица, и Севодущая Лисица. То есть весь пушной зверь шел. Но есть такие вот, приводят примеры некоторые. Например, были проданы две лисицы, Чернобурая, за 110 рублей. На эти 110 рублей в то время можно было приобрести 55 гектаров земли, построить дом, приобрести 5 коров, 20 лошадей, 20 баранов, еще домашнюю птицу. Это же целое состояние получается. Да, но если учитывать, что во времена, когда уже пришел сюда на Камчатку Владимир Атласов, у него было, за жалование казака было 5 рублей в год. В год. Ну что ж, неудивительно, что при таких условиях зверя выбивали нещадно. Выбивали нещадно, причем Соболя сразу выбивали, и он сразу стал считаться по 40 штук в вязке. 10 сороков, 40 сороков и так далее. Ну то есть можно представить себе масштабы. Это было живое богатство, на которое рисковали все деньги потратить, какие имеются, заложить все, что есть. И практически в строении Сибири идет промышленник, строит остроги, а за ним через некоторое время буквально сразу правительство увидело российское, что не хватает хлеба, не хватает овощей, нужен крестьянин. И стали отправлять сюда крестьян. Появляется население. Буквально за 10 лет население в 10 раз увеличивается. Ну это тоже влияет на природу, это и поля, это и сельхозводие и так далее. А Соболь все-таки оставался самым таким привлекательным, но он самый дорогой. Причем это с одной стороны выбивает Соболя, с другой стороны идут какие-то изобретения, потому что местный житель, он мог убить стрелой Соболя в глаз, но... Чтобы шкурку не портить. Да, чтобы шкуру не портить. Выше пилотаж, да? Но с другой стороны это было очень долгое. Потому что через некоторое время появляется собака, потому что если Соболь забирался на дерево, охотник сидел и ждал, когда он спустится. Сетку расстилал, ну разные были способы. Потом, когда появилась собака, она загоняла на дерево, проходил процесс быстрее. То есть все это усовершенствовалось. Но постепенно, если в начале освоения Сибири у енисейского аборигена он платил с каждого человека до 15 соболей, то уже через 10 лет вынуждены были снижать эту ставку. Потому что соболей не было. Если раньше можно было за сезон, его в конце зимы обычно ловили, если за сезон можно было добыть до 150 соболей, то буквально через несколько лет можно было иногда за 2-3 сезона добывали 10-15. То есть что надо делать? Осваивать новые территории. И так шло продвижение. Вот эта экономика, вот это желание государству обогатиться двигало людьми. Это была уже государственная политика. Осваивали вот эти территории. Таким же образом пришли и на Камчатку. Ирина Васильевна, вот продвигаясь ближе к тому времени, когда территории начали охранять, то есть это уже ближе к 20 веку, возьмем 19 век. Да. Вот уже несколько веков. Вот такой политики прошло. В 19 веке сохраняется значение вот такой экономической пушнины? Сохраняется, потому что практически Сибирь остается очень сложной с точки зрения пушнины. А на Камчатке еще пушнина есть. И шли сюда, если мы почитаем отписки, то есть как бы докладные записки землепроходцев, они же четко говорят, здесь Соболь худой. На Пенжине Соболь был неплохой, а дальше на Чукотке был худой Соболь. Почему Чукчи долгое время считались, в 19 веке их так и записывали, немирные Чукачи? Потому что с них нечего было брать. Потом, правда, добавился моржовый клык и китовый уз. Но это была не совсем та валюта, она была валютой, но она несравнима была с пушниной. И на Камчатке вообще по ленинградским аукционам, которые когда-то проходили в советское время, там считалось, что Камчатский Соболь, он один из лучших. Он стоял после Баргузинского на втором месте, потому что условия климатические хорошие, снега почему-то благоприятствовали именно появлению Чёрного Соболя. Ценились более крупные, конечно, Чёрные, но у нас чисто действительно крупные Соболи. И Владимир Атласов привёз как раз в Россию тот ЕСАК, до этого тоже собирали ЕСАК, из Тадухина, из Морозка собирали из Камчатки ЕСАК. И именно, но есть такое мнение у некоторых историков, что в принципе Камчатка была открыта уже до Атласова, но казаки держали эту территорию для себя. А, то есть особо не раскрывая, что есть такой источник. Да, что здесь есть такое место и с таким Соболем. И вот только Владимир Атласов, чисто как государственный человек, увидел, собрал и присоединил Камчатку к российскому государству. То есть он подарил Камчатку российскому государству. И вот тогда-то и началось, ну, то же, что и по Сибири. Богатство, которое надо, а брали как? Был окладой ЕСАК, то есть сколько положено на взрослого человека. На Камчатке было очень малое количество. Один соболь. Это что-то вроде подушевого, да? Такого налога. Да, ну, подушевой налог на каждого человека. Только там сдавали овощами, зерном. У нас был соболь, пушнина, потому что делились на соболятников, на собольников, даже украшенников, и лисичников. Лисица у нас была чернобурая, красная. Камчатская лисица, уникальная лисица вообще, потому что она и по цвету, и по размеру. И сивадущая лисица. А это что за лисица? Помесь чернобурой с красной. Она, ось имеет черную, вернее, вот сама ось черная, а под пушек оранжевая. Она очень красивая. И, соответственно, крупная. Владимир Атласов, ко всему прочему, привез и Каланы. Калана тоже, Россия познакомилась с Каланом через Владимира Атласова. Именно поэтому уже в 19-м, в 20-м веке возникает необходимость охранять Калана на Лопатке, а Соболя на самой территории Камчатки. Почему коренные жители, вы правильно сказали, они их не использовали? Слишком много усилий для охоты на пушного зверя надо потратить. А смысла особо? Он такой ценности, как для нашего государства, для них... Абсолютно. Его, когда сдавали ЕСАК, то он... Ну, сдавали это... Товарообмен был очень долгое время, не денежной обменами, а именно товарами. Отдавали натуральную подать, отдавали пушнину, за это получали взамен какое-то поощрение. Когда вступает уже... Когда излишки появляются, а излишки когда появляются? Когда излишка у тебя есть, он еще и нужен и тому сборщику ЕСАК. Именно поэтому вот это все идет. Причем вот эта сдача ЕСАКа, перевозка с Камчатки в европейскую часть, она продиктовала что, ко всему прочему? Открытие морского пути сюда. Потому что пешеходный маршрут был очень сложно сухопутный. Некоторые за несколько лет иногда собирали ЕСАК, чтобы были большие обозы. И они мирные корейки грабили обозы, забирали эту пушнину. То есть государство... И проще было морем. Которое государство терпело убыток. Именно поэтому и возникает указ Петра Первого найти морской путь на Камчатку. Вот так получается, что наша логистика оплачена шкурками вот этих бедных животных. Но недаром же говорят, что в течение ста лет русский человек продвинулся через всю огромную Сибирь и вышел к Тихому океану. И всего 80 лет понадобилось, чтобы выйти на берега Америки. Это уже шкурка Калана. Опять пушнина. Вот есть шелковый путь, а у нас получается был лиховой. У нас пушной путь, да? Да, пушной. У нас пушной путь. Ирина Васильевна, еще такой вопрос. Есть несколько тоже очень знаменитых имен, связанных с первыми исследованиями Камчатки. Это, конечно же, Степан Крашенинников, Георг Стеллер, Карл фон Дитмар. Вот такой вопрос. Понятное дело, что они подробно описывали саму территорию. Но вот сколько было отведено в их трудах именно природной теме, тому, что произрастает на Камчатке, тому, кто живет на Камчатке, какие животные, птицы, рыбы водятся в реках и так далее. То есть какая доля по тем временам реально выделялась? Правда, это все, потому что и у Стеллера, и у Крашенинникова главы о рыбах, о птицах, о сухопутных животных, о морских животных. У них прямо целая глава этому посвященная. Но все-таки большее описание идет. Во-первых, сама природа описывается. Именно из их трудов мы знаем, сколько рыбы здесь было в реках, сколько зверя здесь ходило, как добывали, чем добывали. То есть именно знания, вот эти первые, мы получаем от них. Сначала из отписок землепроходцев, потом из записей ученых. И именно от них мы узнаем, что ведь когда пришел сюда первый землепроходец, если его можно так назвать, первый, когда он потребовал в ИСАК, местному жителю это было не совсем понятно и не совсем понятно, зачем. Почему были какие-то восстания и тельменов, и коряков, причем мощное восстание? Да потому что сначала непонятно, что я буду время тратить на это, которое мне нужно на то, чтобы я запасся продуктами на зиму. А с другой стороны, ведь пришел и товарищ берет окладной ИСАК, ИСАК сколько положено, не окладной сколько я возьму, а еще и сверх чего-нибудь. За умершего сына, за умершего отца. Да и просто от жадности еще сколько-нибудь. Да, у тебя есть все возьмешь. Поэтому и возникали восстания, потому что чувствовали, что их обкрадывают. Но пушнина, она оставалась все равно вот именно, и когда описывают все эти исследователи Камчатку, во-первых, сначала и сама природа, а потом именно через человека, как он осваивал это. Способы охоты, способы питания, вся пищевая база. То есть в любом случае это как ресурс рассматривалось. Это ресурс. Это ресурс. Почему? Ведь у них, у коренных жителей, у них было комплексное ведение хозяйства. Он не мог прожить только рыболовством. Он охотился на мясного пушного, на мясного зверя. На пушного это продукт, который он платил государству и получал за это какие-то ножи, мог получать огнестрельное оружие чуть позже. Ну какая-то небольшая доля это все равно для себя. Продукты какие-то, потом появляется сахар, чай, то есть табак, то есть то, что нужно просто в хозяйстве, он не выращивает его. То, что произрастает, это шло тоже в питание. Это все комплексное ведение. Камчедалый тельмен больше рыболов, коряк рыболов и оленевод, то есть две, и морской зверобойный промысел. Чукчи тоже оленеводство, но в то же время и мясное, охота на мясного зверя, и рыболовство, и обязательно собирательство. Собирательство, то есть вот этот ресурс, тот, которым богата Камчатка, он описан практически у всех ученых. Еще сюда можно слюнина добавить, Маргаритова, которые пишут, Тюшова, у которого очень много, именно о том, как человек берет. Но понимаете, вот когда говорят о том, что он жил в гармонии с природой, это не совсем тот смысл, который вникает. Он в гармонии был не потому, что он любил природу и любовался на нее. Он больше не мог взять, и больше ему не надо было. Оснований экономического не было. Не было. Вот появилось основание пушнина. У него не было соли. Появилась соль, стал появляться другой продукт. Не было соли, он брал только то, что мог обработать. Мороженое, свежее, вяленое и кислое. Все рыба. Мясо то же самое. Трава то же самое. Не нужно было выкашивать, например, как сейчас бруснику собирают, все в тундре, тундра голая остается. Он берет столько, сколько ему нужно, чтобы заквасить эту ягоду. Все. Больше ничего не надо. Ирина Васильевна, еще одно имя. Мы сейчас уже возвращаемся к теме непосредственно. 20-й век, это как раз пушмина идет, увеличивается. Ясак идет. Натуральная подать у нас на Камчатке была до начала 20-х годов, 20-го века. Каюрная повинность и сбор ясака оставался на Камчатке до этих времен. И поэтому, но ресурс ограничен, природа не бездонна, она имеет предел. Почему мы сейчас все чаще и чаще обращаемся к этому. И именно поэтому уже появляются мысли, ну, во-первых, и политика такая, опять-таки, сохранение человека, который сдает ясак, но в то же время ограничения идут. Потому что даже здесь наблюдается по документам были так называемые запуски Соболя. Некоторые года сами жители объявляли запретными, сами жители объявляли запретными для охоты на Соболя. То есть они как бы сами пытались регулировать. Но вообще вот такой более серьезный подход, это, конечно, с появлением здесь Бенедикта Ивановича Дубовского. Фигура очень интересная, вообще человек интересный. У него он родился на Западе, в тех областях, которые то Белоруссия, то Литва, то Польша. Поэтому его иногда считают польским сильным и прямо акцентируют на это. Но надо отметить то, что у нас были и датчане в нашей истории, и шведы, и немцы, и поляки, но все они получили славу как ученые, как великие люди, как мореплаватели, как российские подданные. Они были российскими подданными. И поэтому этот человек, он участвовал в польском восстании, но он в своей автобиографии очень интересно пишет, обтекаемо. Ну, по некоторым обстоятельствам мне пришлось оказаться в Сибири. его сослали в Сибирь, его приговорили к повешению за участие в польском восстании январской, так называемой, 1863 года. Но потом заменили по ходатайству ученых, потому что он уже был довольно интересной такой фигурой в ученом мире. Заменили 12 лет каторгами, каторгой. Он был в Сибири, на лесозаготовках работал. Но попутно собирал птиц, собирал растения, делал чучела, причем даже зарабатывал на этом. Чучела более 400 штук отправил в Варшавский музей. И вот каким образом вот это вот все, что он делал, оно каким образом потом повлияло на начало заповедного дела? Потому что он, во-первых, видел эту природу, он же описал Байкал, его даже предлагало географическое общество, русское географическое общество, дать ему приставку «байкальский». Он был бы дыбовский, байкальский, так же, как Семенов-Теншанский. То есть человек, который описал на Байкале множество новых видов. Он пошел, он был чисто дарвинистом по своему научному восприятию. Он полностью изменил представление, что, во-первых, Байкал полумертвое озеро, и что на Байкале птицы такие же, как и вообще все, все аналогично европейской части. Он полностью разбил эту теорию, доказал это, и занимался он Байкалом очень плотно, на Амуре много занимался, и когда его уже освободили, то есть он уже получил вольную, он сам попросился на Камчатку, потому что Камчатка, она и сейчас мало исследована так вплотную, а в 19 веке это была вообще мало знакомая территория, которая только могла привлечь вот этих людей с таким великим умом и с такой жаждой знаний. И ведь именно Дыбовский, он и повлиял на ситуацию с Соболем на Камчатке? потому что он опять здесь занялся, он окружной врач. Прибыл он сюда окружным врачом, но окружной врач ездит по селам, и он видел вот это все. И бедность поселков, несмотря на то, что они все практически охотники и пушнину собирают, он видел это и видел, с каким это трудом достигается. И чем дальше, тем с большим трудом. тем видно было. И он вот как раз и по его ходатайству вышло решение сделать заповедными Осачу и Краноке. Это то, что это будущее по существу нашего Кранокского заповедника. Именно поэтому дата вот это 1882 год, когда было подписано это ходатайство, но я знаю, что в документах его не могут найти. Его искал и Никанора в свое время, и Масолов искали эти документы. Дело в том, что это вернее всего в документах Преамурского губернатора. Мы подчинялись Преамурскому губернатору, а это распоряжение губернаторское. Это не указ, ничего. Но именно по распоряжению объявили вот эту территорию заповедную. Ну вот возможно эти документы где-то все-таки хранятся. Где-то обязательно. А может быть даже они и учтены и в каком-то хранении музейном небольшого поселка или библиотечном. Может быть, вполне возможно. Но просто там не представляют какую важность этот документ имеет для нашей историографии. Но мы, видите, мы четко знаем, что в 82-м году, в 1882 году вышло решение, распоряжение такое. И охотиться разрешили в определенное время. То есть уже сроки охоты были установлены. Не просто всегда, Это то, что нам сейчас так привычно, тогда это только делать. А так только и поэтому вот и ну, благодаря, можно сказать, этому Дыбовский это фигура, которая стоит у истоков Кранотского заповедника. У истоков вот нашего заповедного дела. И она стоит у истоков того, что начали охранять животных вот ну, более серьезно, можно сказать. Потому что колан уже тоже повыбивали хорошо. Калана выбили на всей Алиутской гриде, колана выбили на Курильских островах, а это время после второй Камчатской экспедиции и до окончания по существу, ну, сколько промысловых экспедиций, было 48 штук. Вот все они шли, опять-таки, тоже движение. Выбивали на этом острове, шли на другой и так продвигались. То есть открытие вот этого пути к Америке, открытие всей Алиутской гриды, это практически, как это ни прискорбно, уничтожение колана и котика. Ну, к счастью, вот это вот начало того самого заповедного дела, которое сейчас продолжается и, надеемся, не будет оставлено в любом случае, ну, кроме разве что каких-то утопических идеальных времен, которые, может быть, когда-нибудь настанут, что нам не нужны будут заповедники, что мы научимся как-то 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 мы научимся существовать с природой. на Командорах, да, на Командорах Командорский заповедник остановил, хоть и более поздний, но все равно там же возродилось стадо и коланов и котиков, чего после вот в 20-х годах 20-го века практически там считали их по штукам. Ну, сейчас будем смотреть, да, на ближние цели, чтобы хотя бы сохранить и восстановить постепенно, то, что удалось сохранить. Появляются, ну, у нас бегают Сивычи уже почти по городу, там будет скоро Соболь, наверное, больше. То есть вот это, но заповедные территории пока человек не может просто, он должен где-то иметь ограничения, к сожалению. Может быть, не к сожалению, может быть, к благу природы, потому что ограничения, почему сроки охоты существуют, почему утку сейчас можно бить, а завтра уже нельзя. Потому что уже получены исторические уроки в истории, да? Потому что мы знаем. И важно их не забывать. Мы знаем, вся Сибирь была населена пушным зверем в огромном количестве, а сейчас мы этого не наблюдаем. Нету этого. Ну, будем надеяться, все-таки процесс пойдет в обратном направлении. Ирина Васильевна, спасибо вам большое за этот интереснейший экскурс в историю, который нас вот неизбежно приводит к пониманию того, что происходит сегодня у нас на Камчатке. И будем надеяться приоткроет нам немножко завесу в том, что же делать дальше, чтобы сохранить нашу замечательную, прекрасную камчатскую природу. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok